Признаться честно, я просто обожаю, когда наши планы и слухи по итогу не оправдываются. Но дело в том, что это происходит далеко не всегда и не во всех ситуациях, о которых вы могли уже подумать. Например, когда обновление выходит намного раньше, нежели мы того ожидали. И в данной ситуации всё так и получилось. И вместо 22 числа обновление до версии 2.6.0 появится в eFootball уже завтра. А вместе с ним и кооп, и новые функции, и многое другое. Что и предлагаю обсудить в сегодняшнем видео. Поэтому устраивайтесь поудобнее, поддерживайте это видео своими лайками, комментариями. Ведь именно так вы помогаете в продвижении как видео, так и канала соответственно. Поэтому подписывайтесь, если вы здесь впервые и прожимайте колокольчик для уведомлений. Сегодня утром Konami выступили с заявлением, что 8 числа непосредственно завтра выходит обновление до версии 2.6.0. Которая и привнесёт ранее анонсированные летние функции в игру. Наподобие расширения количества замен в игре. Добавление функции сброса прогресса. И что ещё немаловажно, со всеми этими функциями в игре начнётся бета-тестирование режима Кооп. Которая продлится с 8 числа по 22. Но как же так, если ещё не так давно мы говорили, что обновление не стоит ожидать раньше, чем 22 числа. Об этом же опять говорит Ирин Ангальвани, который, скажем так, успел оправдаться за этот момент. Дело в том, что на скорейший выход обновления повлияла вся эта ситуация с читерами. О которой мы говорили в конце мая. И именно она поспособствовала тому, что Konami решили пораньше выпустить данное обновление. А поэтому режим Коопа первые несколько недель будет в формате бета-тестирования. И только после 22 числа он заиграет новыми красками. Опять же, обращаясь к твиттеру Ирин Ангальвани, он сообщает, что после 22 числа в игре появятся соответствующие ивенты, соревнования, которые будут подразумевать Кооп-игру. То есть совместное прохождение за те или иные награды. Поэтому, начиная с завтрашнего дня и по 22 число в игре нас ожидает скорее товарищеский матч в режиме Коопа. Где вы просто собираетесь с друзьями, с пользователями, с которыми вам удалось договориться. И вы просто катаете матчи между собой. И только по завершению этого двухнедельного тестирования в игре появится полноценное соревнование под этот режим. Как и упоминалось ранее, также в игре завезут ранние анонсированные функции с увеличением количества замен и спросом прогресса у футболистов. И я на самом деле немножко удивился, когда узнал, что некоторые пользователи не до конца понимают суть второй функции. Об этом я писал в своих соцсетях. Если кто не подписан, то подписывайтесь. Объясню и здесь. Новая спеченная функция позволит сбрасывать весь тот прогресс, который вы вкачали в футболистов. То есть все уровни, которые вы прокачали за счет соответствующих поинтов. И по сути, данная фича позволяет вам перекачать игрока заново, если вы куда-то не туда вкачали те или иные очки, или прокачали его не по ту позицию, на которую он лучше всего смотрится, ну и так далее. Точно так же, как и в случае с функцией переноса мастерства, данная фича будет работать за счет ваших гпшек. Однако сколько вам придется на это затрачивать, неизвестно. Узнаем уже завтра. Также из официального завтра мы ожидаем новые карточки из серии Showtime, с игроками, у которых скорее всего будет какой-то особенный навес, поскольку в этой троице затесались три фланговых защитника. А если быть точным, исходя из силуэтов на представленной картинке, мы получим Арнольда, Трипьера и Люка Шоу. Ну и последнее, из разряда уже скорее слухов, но тем не менее вполне и вполне возможных. Не исключено, что завтрашним обновлением также добавят и некоторые стадионы. Например, стадион Спортинга, который уже присутствует в файлах игры, только на данный момент без текстурок. И ранее анонсированный стадион мексиканской команды Тигрес, который вроде как отсканирован, даже есть отдельный трейлер вместе с ним, но все еще не присутствующий в игре. И именно эти две арены вполне могут появиться также завтрашним обновлением. Ну и в принципе, это все, что нам стоит ожидать от завтрашнего дня в Ефутбол 2023. Предвещая, что с появлением Коопа станет еще более интереснее играть, а когда появятся соответствующие ивенты, так тем более. Не могу загадывать наперед, но если все сложится удачно, то завтра постараемся провести стрим вместе с этим обновлением. Поэтому обязательно заглядывайте, если что, все соответствующие анонсы будут в наших соцсетях, подписывайтесь, если не подписаны, и будем оставаться с вами на связи. На сегодня же у меня все, я всех благодарю за просмотр этого ролика, напоминаю вам, чтобы вы не забывали поддерживать его с вами комментариями, лайками, ведь именно так вы способствуете его продвижению. Ну и конечно же подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Всем удачи и до скорой встречи уже непосредственно завтра. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok